Музыка Видеоблог Америка с улыбкой продолжает серию фильмов, посвященную моим друзьям, мастерам культуры русского Сиэтла. В первом фильме мы рассказали вам о живописце Алексея Антонове. Второй был посвящен поэту и рок-музыканту Ивану Черникову. Третий фильм был о мастерах бельканта, замечательных музыкантах и певцах Ангелине Трост и Гаррие Ганесянце. В следующих сериях вы увидите художников Нину Михайленко, Александра Мальцева. Познакомитесь с дирижером Алексеем Гиршем и основательницей ансамбля Юлиана и Пава, Юлианой Светличной. Она улетела от нас в Сан-Франциско, но обещала вернуться. Вы побываете в гостях у певца Михаила Мызникова. Мы возьмем интервью у основателя и руководителя драматического театра имени Булгакова Игоря Мусиенко и издателя газеты «Русский мир» Александра Черкасова. Сегодняшний фильм посвящен художнику Николаю Самоукову. А добраться до Николая не так уж сложно. Живет он всего в 20 минутах езды от моего дома. И добираться туда очень удобно и быстро. Дороги здесь настолько быстрые, что всех приезжих тянет превысить даже допустимую скорость, которая составляет 70 миль в час. Вы, наверное, слышали этот анекдот, но произошло это именно здесь, когда одного из таких приезжих остановил полицейский и указал ему, что скорость он превысил. На что водитель резонно сказал, так вот же указатель, знак 90. Полицейский рассмеялся и сказал, нет, 90 это номер дороги, номер автомагистрали. Тогда начал смеяться оштрафованный водитель. Когда полицейский спросил его, по какому поводу такой безудержный смех, тот, надрываясь, сказал, так мой братан-то сейчас по 405 гонит. Вот по 405 мы сейчас и гоним. Но недолго. Потом мы свернем на пятую магистраль и окажемся в городе Линвуде, в котором темп жизни совершенно-совершенно другой. Вот мы в городе Линвуде, в очень примечательном американском городке, при виде в которой вспоминается невольно произведение наших замечательных писателей Ильи Фанзеберга и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка». Вот что писали в 1935 году два одесских писателя, впервые побывавшие в Америке. «Америка по существу страна одноэтажная и двухэтажная. Большинство американского населения живет в маленьких городках, где жителей 3 тысячи, 5, 10, 15 тысяч человек». И далее, видимо, движимые политическими мотивами, все-таки на дворе был 1935 год, они написали так, «Безысходно автомобильно-бензиновая тоска маленьких американских городков». О нет, тут наши знаменитые писатели, конечно же, ошибались. Жизнь этих городков не менее примечательна, чем приключения знаменитого Остапа Бендера. Вот и в этом городке, где всего лишь 30 тысяч жителей, до сих пор проживает известная актриса Кэрол Кчанин, которая прославилась в таких фильмах, как «Хэлло Долли» или «Джентльмены предпочитают блондинок». Здесь же живет, а вернее, жил американец корейского происхождения Кеннет Боу. Это человек необыкновенной судьбы. Он родился в Корее, приехал в Америку. Потом его почему-то понесло в Китай. Оттуда он стал наведываться в Северную Корею. В конце концов, северокорейским властям это надоело. Они его присудили к 15 годам с каторжных работ за шпионаж и подрыв устоев государства. Еще более примечательный человек, тоже проживал здесь до недавнего времени, Пол Келлер, серийный поджигатель. Он успел поджечь 32 дома и хотел поджечь еще 44. Но ему не дали. Его схватили и присудили его к 99 годам в тюрьме. Правда, если он будет себя хорошо вести, может выйти на волю досрочно. Всего лишь в 2079 году. Вот такие страсти. Поистине в тихом городке черти водятся. Но нам эти страсти не нужны. Сегодня мы едем на встречу с искусством. И после недолгого блуждания по улочкам мы подъезжаем к табличке, которая извещает нас, что мы находимся в арт-студио. Бен, полностью Бенджамин, а для близких друзей Беня, был Колиным, замечательным, четвероногим другом. Они прожили вместе 12 лет. Ньюфаундленд – это необыкновенная порода собак. Это почти единственная собака, которая может принимать самостоятельные решения. Бен был благороден, добр, его любили дети, и любили, конечно, и мы, взрослые. Почту написал о таком же все лорд Байрон в 1803 году. Я взял на себя смелость перевести его строки. «Здесь рыцарь похоронен благородный. Он был могуч, но невысокомерен, с горячим сердцем и умом холодным. Отважен был, но в дерзости умерен. Не погрешим от Альфы до Омеги, не устрашим, как верный рыцарь в драке. Такая речь польстила человеку. Но это эпитафия собаки». Но это получился у меня двойной перевод. Я когда перевел его на русский язык, оказалось, что в оригинале он был написан в прозе. Так что пусть меня лорд Байрон простит за такую вольность. Но я думаю, что Бен полностью Бенджамин, а для близких друзей Беня заслуживает этих строк, как никто другой. И студия до сих пор носит его имя. Но, как говорили древние римляне, жизнь коротка, искусство долговечна. Первое, что мы замечаем в Колином доме, это огромное количество багетов. Художники не зря говорят, картина без рамки, что генерал в бане. А Колин настоящий профессионал. И у него есть специальный станок для изготовления рамок высочайшего профессионального качества. Давайте тихонько пройдемся по его дому, пока хозяин не подозревает о нашем присутствии. Он сейчас занят со своими учениками. Вот это каминно-музыкальная комната, которая граничит с кухней. Здесь выход на веранду, там мы еще побываем. Все стены в доме завешаны картинами кисти хозяина и его друзей. Над камином портреты у любимой дочери Нелли. Сделанных очень-очень давно относится к периоду нашего с Коли знакомства. Сейчас у Нелли уже свой сын, с которого Коля скоро будет писать портреты. Все эти вещи совершенно необходимы художнику. Они ему придают вдохновение. Пройдемся дальше и познакомимся с домом замечательного человека. Вот его портрет работы знакомого нам уже Алексея Леонидовича Антонова. Мы говорили о бане. Баня здесь тоже имеется. Рядом с дороги и мне угорело Поздравляем. Вот одно полноходи. Недолго текста. Развяжет язык. Брат один, брат один, брат один. Ты мне, баньку, хозяюшка, Расколю я себя, Расколю я на полоте У самого краюшка. Я сомненья в себе истреблю. Разомлю я, да, Неприличности Ушел от мы И все позори. И на полках Время Ульталичность Соседи На льва Други Брат один, брат один Брат один, брат один Ты мне, баньку, повел А сейчас Немножко помолчим И тут Вот 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 Николай, а ты как давно живешь в Сиэтле? В Сиэтле? Хороший вопрос. С 1993 года. А до этого где? А до этого в Юте, в штат Юте. Сколько лет? Три года, с конца 89 года. А до Юты? До Юты полгода в Италии. В Италии. Так, и ты родился в Италии? Нет, я родился в России, в центральной России, город Мантерово, Костромской области. Это примерно 600 километров на северо-восток от Москвы, это маленький городок, в очень хорошем месте, на берегу реки Унжи. Так, а как ты от Унжи попал на Неву? Ну, на Неву, это такая история, я в 15-летнем возрасте уехал из родительского дома, из Мантерова, поступил в Иваново художественное училище, и где учился с 1973 по 1979 год. А после службы в армии, а в армию я попал после учебы в Ивановском художественном училище, закончил там на отличие с внедрением мою детскую игровую площадку, получил самые высокие оценки, и вдруг приезжает, я должен служить в армии, приезжает капитан из Москвы, и он меня по оценкам выбирает очень престижное место служить. В Москву, в Сокольнике, в узел связи Минерального штата. Ну, я там был художником два года. А что можно рисовать в узле связи? Секретные коды? Классные уголки, вот эти рабочие комнаты для водителей, там знаки и прочее, там много было работы, таблицы, графики и прочее. Вот, и после этого я приехал в Петербург в 1979 году, и там жил до 1989 года, поэтому я как бы с ним, там у меня все состоялось, самое главное, и семья, и учеба, 10 лет. Но если состоялось, что тебя заставило покинуть Петербург и уехать в Италию? К сожалению, втянулся в конфликт с советскими властями, который занял полтора года. То есть ты диссидентом был? Нет, никогда не был. Я боролся за, как бы, за права, конституционные права человека. Нас незаконно вытерили из квартиры, ну, там, по подложенным документам. Я пытался доказать свою правоту через суды, которые заняли полтора года до Верховного судара в Цирию. Это было восемь судов, все вместе. И ты их всех, конечно, выиграл? Проиграл, в конечном счете. Проиграл, и это меня, конечно, сильно расстроило. Я думаю, что в Советском Союзе было трудно, труднее даже многим людям, которые молчали. Я пытался бороться, но получил хороший опыт. Понятно. И оттуда в Италию? Оттуда в Италию, да. Уехал в Италию, и там, в семье вместе, да. И полгода в Италии после Америки. Но в Италии же хорошо, зачем оттуда приезжать в Сиэту? Я никогда бы не поехал в Америку. Если бы Италия разрешала. Италия в то время не давала легального согласия на эмиграцию из Советского Союза. А не дали, но через полгода позже. Но я уже был в Италии. В Америке здесь. А если бы сейчас выбирать, где бы ты жил? В Италии, в Петербурге? Сейчас здесь, где я нахожусь, потому что мне здесь комфортно, у меня здесь все устроено. А в Италию я уже не хотел бы, потому что там все стало другим. Совсем другим. Наверное, нельзя войти в одну и ту же воду дважды. Может быть, когда я не захочу, но я хотел бы жить в России или здесь, где я нахожусь. И чем ты здесь занимаешься все это время? Занимаюсь школой, своей школой, которая работает. Я ее начал в 2000-2000 году. Она существует уже 14 лет. 14 лет. И что, есть здесь ученики? За это время прошло, через меня прошло более чем 350. Вот за этот период времени. В настоящее время учеников примерно 50-45. Примерно так. Они колеблются, примерно. Вот. И в дни недели все заняты. По вечерам обычно с 6 до 8 занятий каждый день. В субботу 3 занятия с утра и до 5 вечера. Так. Ну, если ты учитель художеств, что ты делаешь сейчас? Ну, я занимаюсь своими картинами. Я отправляю Кармел в Калифорнию, в галерею. Кармел? Ну, это город миллионеров, Кармел. Ну, там как бы хороший рынок для искусства. И там есть шанс, что картины продаются периодически. У тебя какая-то одна галерея там или несколько? Легально можно быть только в одной галереи в одном месте. Нельзя быть в двух в одном месте. Это не принято так. Вот. Это что, закон такой есть? Это как бы неписанный закон. А, понятно. Неприлично участвовать, работать на двух хозяев, как бы, одновременно. И сколько ты с этой галереей уже затрудничаешь? Замплант, арт галлери, очень много. Я думаю, как только приехал, практически с 95-го года. То есть, там миллионеры устраиваются в очередь, стоят за твоими искусствами. В коллекцию картины, да? Да. А ты какие-то работы на заказ делаешь? Да, да. Я как раз делаю работы на заказ. И вот сейчас сделал в процессе. В холсте установлены вот. А твое любимое, ты к чему склоняешься? Масло, акварель или какое-то другое? Масло, масло. Раньше работал много акварелей, занимался в Италии. Буквально сотни работ там были проданы. Потом много было приездов в Италию за это время, выставки. Сотни работ ты продал в Италии? Да, много, очень много ушло в то время. Полгода я жил, акварель же быстро делается. Они с готовыми пачками, и они уходили очень быстро, недорого. А потом была большая выставка в 95-м году, 60 работ, но они уже такого вот, большого размера, большого плана. Вот, и там тоже было продано. Вот это та выставка, которую посетил этот человек в красной одежде? Это кардинал? Да. Это кардинал, это самый главный человек всего района Абруца, Виталий. Это весь центральный район, огромный, гигантский район Абруца. У меня остался каталог, толстый журнал от того времени, когда была выставка. Они посвятили мне в этом журнале целый разворот. А журнал очень такой. Он у тебя остался от каталога, да? Да, он у меня. О, я сейчас снимем его обязательно. Так что, все прозвучало там очень хорошо. А какое у тебя хобби? Хобби? О, ты мне спрашиваешь, ну, моя страсть это бильярд. Так, это само собой. Да, это как бы мой рабочий стол. А хобби номер два? Да, он накрывается досками. И как только занятие заканчивается с детьми, с учениками, вот, доски снимаются и вперед. Так ты и со мной сыграешь? Ну, с при великим удовольствием, ты же знаешь. Это женическая. Хорошо. Больше никаких увлечений нет? О, рыбалка. Рыбалка. Ну-ка, расскажи немножко про рыбалку. Ну, рыбалка. У нас тут команда Леша Антонафия и Гарик Аганесян. Ага, все герои моего фильма. Да, все герои твоего фильма. У нас ловка, все, что необходимо там есть. Есть места, где, знаем, где рыба ловится. Ну, и вот так проводим свой досуг. И что, действительно ловите рыбу? Ну, да. Я имею в виду, вылавливаете? Все не вылавишь, да. Но нам везет, мы удачливые рыбаки. Ну, а какая самая крупная рыба, которую ты когда-то поймал? Это, конечно, это незабываемо, это осетры. Осетры. Сколько он примерно килограммов потянул? По инчам это 60 инчи. Килограмм, трудно сказать, наверное, где-то порядка 7. 60 ты имеешь в виду фунтов? А, 60 инчи это вот такой размер. 60 инчи это твой рост, да. Да, примерно. То есть неизвестно, кто кого вываживал тогда, да? Ну, это заняло 28 минут, чтобы его тянуть, как же. Это тяжелая борьба. Понятно. Ну, это, конечно, не часто, не часто это происходит, но когда происходит, это, конечно, большая удача, удача не рыбака. Здесь мы видим того самого кардинала. Согласитесь, не каждый день кардиналы приходят на выставку российских художников. И Николай знакомит нас с изданным тогда же художественным журналом. Смотрите, какие имена. Это Самоуков? Нет, это Мастроянни. Кто такая Мастрояни, не знаю. Может быть, племянница, может быть, просто знакомая. Но рядом Николай Самоуков, это без всякого сомнения. А вот здесь мы видим его же в городе Кармел. Это тот самый автомобиль, который Николай купит, когда продаст все свои картины. Наступает время завершающей части нашего интервью. Принципиальной партии в Бильярд. Легким движением руки рабочее место художника превращается. Место художника превращается. И наступает момент принципиального бильярдного сражения. Почему принципиального? Потому что Николай взял себе моду в последнее время выигрывать у всех своих друзей. Поэтому в этой партии не будет ни компромиссов, ни прощения ошибкам. Николай сегодня в ударе. И даже не в одном. Выиграть у него представляется просто невозможным. Но число шаров на столе медленно приближается к минимуму. Как же завершится эта партия? Волнение достигает предела. Но вот Николай получает возможность завершить ее одним ударом. И что происходит? Ошибка. Скрэтч. Наказываемая так называемым болом ин хэнд. Увы. В этот раз счастье отвернулось от хозяина дома. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok